Добрый вечер. У нас час ночи, мы выходим в такое время, которое мы никогда не выходили еще за историю канала. Но у нас сегодня очень важный и интересный гость. Это Михаил Лайтман, человек, которого я слушаю очень давно и даже никогда не надеялся, что он придет к нам в гости. Добрый вечер. Добрый вечер, Слив. Рад вам, что вы на канале. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо, что ответили. Я, честно, не ожидал. Но у меня к вам накопилось очень много вопросов за это время, слушая вас. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Скажите, пожалуйста, мне, что у нас в мире происходит вообще? У меня такое ощущение, что мир идет к какому-то Армагеддону, идет к какой-то мировой революции. И вот буквально еще совсем немножко, буквально еще год-два, и произошло такое, что для нас вирус, который находится сейчас на нашей планете, будет вообще просто какой-то игрушкой. Что происходит? Что об этом говорит Каббала? Да, я говорю только от имени Каббалы, потому что этим занимаюсь уже где-то 60 лет, чуть меньше. Что я могу сказать? Я говорю, что мир никуда не идет. Мир идет к своему исправлению. У него есть определенная программа развития, и он эту программу хочет, не хочет, но выполняет. Или малой кровью, или большой кровью, но все равно это делается. Перед нами стоит сейчас большая задача, чтобы люди поняли, что в современном мире мы можем существовать только, если у нас будет добрая воля в сближении между людьми. Этого, к сожалению, пока не происходит, поэтому мы видим противоположные результаты. Но, в общем, я все равно знаю, что программа, она все равно приведет нас по-добру, по-здоровому, то есть или палками, или ударами, или пряниками, не важно, как сказать. Но приведет нас к тому, что мы поймем, что мы можем существовать только во взаимной поддержке всех людей, всех народов во всем мире. Придется, короче. Придется, короче. Скажите, пожалуйста, я недавно слышу вашу передачу. Вы говорили с девушкой, я не помню имя, она из Грузии, я так понимаю, грузинская фамилия у нее. И вы говорили о болезни, о вирусе, который находится сейчас на земле. Вот скажите, Михаил, это Творец вот такую вот нам послал, или все-таки это рукотворная вещь, о которой говорят уже многие, говорили об этом в Белом доме, что это сам человек себе придумал такую вот болезнь, потому что мы стали неосторожны, мы стали самонадеянны, мы распространили очень много лабораторий, не можем теперь это контролировать. Или все-таки Творец решил немножко нас почистить? Так все равно, если это делают люди, или это делается свыше, откуда там из воздуха, неважно откуда происходит. Все равно это делается одной единой силой, внутри которой мы существуем, которая называется Творцом. Но вы сказали на той передаче, что вам даже нравится, что вот этот вирус оказался здесь на земле. Я так и не понял, по какой причине он нравится. Вы можете объяснить, почему он так понравился? Ну, во-первых, он немножко нас отрезвляет. Он заставляет нас быть немного более сдержанными. Он даёт нам понять, что мы не во всём и не всегда можем руководить и управлять своей жизнью. Что есть что-то вне нас, выше нас, вопреки нам. Но он немножко дисциплинирует как бы человечество. Ну, как вот смотрите, дисциплинирует. Я, насколько вот видел по этому вирусу, люди обозлились, их закрыли дома. Они стали находиться в одном социуме. Пошлось очень много разводов, очень много насилия в семье. Дети полностью из-за них не хотят учиться, не хотят возвращаться в школу. Люди не хотят возвращаться на работу. Государство, вот Америка у нас за это время, не знаю, как в Израиле, очень решила социально помочь. Открыла станок и начала печатать деньги. И начали эти деньги людям раздавать. И вроде бы теперь у нас и большая безработица, и работать никто не хочет. И все сидят ждут государственных денег, и какой-то социализм. Так вот, у меня такое ощущение, вот хочу ваше мнение. Они что, хотят построить отдельный социализм здесь, в Америке? Или все-таки капитализму потихонечку приходит конец? Ну, и капитализму-то приходит конец. Это не окончательная фаза развития человечества. Но, и на ней ничего не закончится. Но дело в том, что, а что еще может делать государство с теми ограниченными возможностями, которые есть у него? Ну, заставляют людей идти на работу, а не поощрять бездомных, не поощрять этих людей, что сидят дома и на халяву просто... Потом, деньги же, как их печатают, а золотого запаса нету. Получается, деньги-бумажки. У нас инфляция в Америке 24%. У нас в магазине стали продукты выдавать некоторые в руки. Посмотрите, вот в Америке ты приходишь в магазин, а тебе вот крем-чист, тебе две штуки в руки. Или было молоко, штука в руку. Потому что нету, потому что нету поставок. Это же не Америка уже, это какой-то... Вы же были в Украине Советского Союза, правильно, когда приехали? Вы помните Советский Союз? Да. Чем-то стало-то напоминать. Ну, а что вы сделаете? Это не имеет значения, Америка или Советский Союз. Законы экономики, законы коммутации между слоями, между обществами, людьми, они одинаковые везде. Человеческие. Не социалистические, не коммунистические, не капиталистические. Они законы общие, природные. И никто не хочет их знать и соблюдать. Вот и получается так. Я хочу задать вам еще один вопрос. Вернуться к государству Израиля. Я знаю, вы прожили в Израиле больше 50 лет. И вообще Израиль это уникальная страна. Но она очень маленькая. Но почему эта маленькая страна задает тон всему миру? И все, что происходит в Израиле, вот эта волна, она катится потом ко всем другим странам. И недавно я посмотрел один такой мультикуляционный фильм, сделанный в Израиле. Что будет, если на один день в Израиле исчезнут евреи? Был такой мультфильм. И первый день арабы ликовали, что им остался пустой Израиль с музеями. Второй день они стали драться. На третий день в конце началась огромная война по всему миру. И все опять обвиняли евреи. Потому что теперь вот они ушли. Они где-то там наверху. И они решили наказать. И вот что сейчас вот я знаю, пришло новое правительство в Израиле. И оно мне не совсем нравится. Я, может, немножко не понимаю в политике Израиля. Но мне кажется, оно очень левое. И это правительство, которое сейчас находится в Израиле, оно не совсем переживает за Израилем. У них какое-то странное вообще ощущение в этой управлении. Что происходит? Я не сторонник этого правительства. Я не совсем не могу оправдать вообще большинство их приемов, указов, законов и вообще все, что они делают. Они потакают врагам государства. И к хорошему это не приведет. Но зато это помогает им пока держаться за свои кресла и получать какие-то политические выгоды, дивиденды. А что же ждет Израиль с этим новым правительством? Оно не ослабли для государства, не ослабли для армии. Стоит ли нам, евреям, во Америке и по всему миру переживать за это очень сильно? Мы понимаем, что пока есть государство Израиль, евреи более не менее по всему миру более не менее спокойно живут. Потому что есть Израиль. И если не дай бог что-то позовет с Израилем, нам всем придет конец очень быстро. Я, откровенно говоря, не вижу по американским евреям, что они так чувствуют. Что они живут спокойно, потому что Израиль существует. Они бы с большим спокойствием жили, если бы Израиля не было. Это то, что я чувствую по ним. Михаил, знаете, я всегда это говорю, меня не очень любят. Я всегда говорил так, и многие люди говорят, что когда евреи забывают, что он еврей, ему сразу быстро об этом напоминают. Забыть мы не можем. Это было в Германии, евреи забыли, что они евреи теперь. В Америке евреи забыли, что они евреи. Они реально забыли, что они евреи, они себя как-то символюют с демократами, с какими-то левыми. И я всегда говорю, что это для них очень плохо кончится. Это может привести к второму холокосту, если мы так будем себя вести. Абсолютно верно. Это мои уже давние заявления, что следующий холокост будет в Америке. Так, что вы считаете? Вот, допустим, сзади у меня висит Трамп. И я очень сильно его поддерживал. И все говорили, что Трамп – это самый лучший друг Израиля. И сын был самым лучшим другом Израиля, насколько я понимаю. Но как быстро израильтяне его слили. И это не я. Во-первых, новое правительство. Во-вторых, это евреи. Которым надо держаться за кого-то, кто сегодня у кормилки, что ли, на капитанском мостике, или как сказать. Так что, естественно, что любое правительство, которое будет сегодня в Израиле, оно будет как-то поддерживать Байдена. Хотя я лично не представлял вообще себе, что может быть такое, чтобы Трампа сменят. И американцы сами, и американские евреи. И те, и другие. Я не представлял, что они сделают такую, в принципе, перестановку. Ну, вот по моим понятиям, я считаю, что американские евреи просто предали Трампа. И это даже такое небольшое, подлое предательство. Потому что все, что за время Трампа, когда он находился у власти, Израиль жил очень безопасно. Не было практически террористических актов. Все прекрасно знали, что если к Израилю не так подойти, Трамп так долбанет в ответ, мало не покажется. Но Трамп, он не еврей. А почему у него такое отношение к Израилю было? Что это на генетическом... Что это вообще? Он ощущал. Он человек, в принципе, из культуры. Он занимался шоу-бизнесом. Да, потом был комментатором и так далее. То есть у него были близкие связи с евреями. Он чувствовал их особую породу, относительную независимость, их влияние, их возможности. И все это умел оценить. Да. Ну, вот вы говорите, что евреи были... Они поздравили Байдена, потому что вот они пришли к власти. Но я так думаю, что в 2024 году у нас есть большие шансы, что Трамп вернется назад. Как вы думаете? Есть такие шансы? Я очень на это надеюсь. И как тогда евреи будут себя вести? Как они будут смотреть в глаза ему после этого всего, что они сделали? И у них нет проблем. С этим у нашего народа проблем нет. Он повернется сразу же к тому задам, а к этому передам, и все будет в порядке. Ну, вот честно сказать, мне вот... Вот это не обижается, вы знаете, вас очень уважаю. Вот мне, как еврею, у меня вообще моя фамилия, она настоящая Коин. Я Коин. И мне, как еврею, очень обидно слышать такие слова, что мы можем повернуться туда, где удобно. Вот я никогда слышу, что не повернется там, где удобно. Я, наоборот, все всегда были в течение. Поэтому я сейчас сижу с вами здесь и разговариваю. И мне очень обидно, что вот евреи... Аминь, не то, что вы сказали, вы сказали правду, но действительно так происходит. Что, на жизнь ничему не научила? Жизнь-то этому и нас и учит. Чтобы мы всегда искали самое надежное. И когда евреи лезут в политику и в какие-то философии, тогда только и получается все плохо. Поэтому жизнь всегда нас приучала действовать по меркантильному принципу. Где выгоднее? Ну, насколько я слышал, что вообще для евреев лучше жить с чемоданом. Что вот если что, просто взял и уехал. Но, между другой стороны, из той страны, откуда уезжают евреи, всегда было, всегда, то и в этой стране излучались революции, и эта страна переставала существовать. Насколько я правильно говорю, или я не прав? Да. Ну, тогда скажите мне, пожалуйста. Да-да. Тогда скажите мне, пожалуйста. Вот если евреи так поступают, а что... Когда же, как правильно представить? Окей, что вообще дальше... Вот как вообще дальше нам и в Рим, вот в этой ситуации, когда в Америке синантисемитизм поднялся, вроде бы как бы евреи, когда были Black Lives Matter, Антифы, евреи как бы поддерживали черных. Они поддерживали, они говорили, да, все жизни важны, и жизни черных важны. А потом начали БЛМ, Антифы выходить с платкатами, что евреям не надо учиться в университетах. Сейчас мне мой товарищ адвокат, очень известный адвокат, находясь в Нью-Йорке, они сейчас переехали во Флориду, они убегают из демократических штатов, из демократических, просто несутся. Говорят, что в еврейской школе Дэвид Познак раз в неделю есть прямой канал с Палестиной, где на государстве они сидят палестинские дети, которые ругают еврейские дети. А еврейские дети должны сидеть и слушать это, и не имеют права сказать ни слова. Что происходит? Это неужели мы так сильно удобно чувствуем себя? Это у вас называется демократия. Кстати говоря, у нас тоже недалеко от этого. Мир просто не понимает, насколько он исковеркан, и насколько мы предаем обычные общечеловеческие принципы. Идем по поводу террористов и всего такого. Ну, это весь этот 20-й век еще продолжается. Окей. Скажите, пожалуйста, Михаил, сейчас я отойду немножко от политики, а вообще слово «кабала» — это такое мистическое слово, но для всех мистическое слово. И я сталкивался с парой человек-рабаев, которые очень известные кабалисты здесь во Флориде, и даже один из попал в госпиталь, когда врачи не могли понять, что с мной происходит, позвали именно раба, который занимается кабалой, и он, будем так говорить, я не буду сейчас этой детали, он мне помог выйти из господа прямо на день до Йом-Кипура. Так вот скажите, про кабалу. Вот видите, все вот вокруг товарищей, которые все качаштами занимаются кабалой, от Мадонны и да непонятно кого. Вот понимаете, что это не кабала, это все шоу-бизнес, это все... Конечно, что кабалой так заниматься невозможно, да? Конечно, шоу-бизнес. Так что такое кабала? Кабала – это раскрытие Творца человеку в этом мире. Учение раскрытия Творца человеку в этом мире. Кто кабалой может заниматься? Вот если я завтра решил заниматься кабалой, я смогу это делать? Купой человек может начать заниматься кабалой, но для того, чтобы достичь на самом деле результатов, он должен очень серьезно войти в нее. Люди камни-то стали это интереснее. Скажите, пожалуйста, а почему тогда евреи поголовно не занимаются кабалой, если это такая вещь, которую может... А они занимаются. Да они занимаются. Почему? Ну, во-первых, когда-то этим было запрещено заниматься. Люди были недостаточно развиты. Сегодня, начиная где-то со средневековья, где-то с 14-15 века, можно заниматься всем. Об этом написано у великих кабалистов. Об этом пишет Рамбам, потом Ари, великий кабалист. Ну и в наше время уже это вообще все понятно. В 19-м и 20-м веке кабала раскрывается, раскрылась всем. И сегодня есть все для занятия любого человека кабалой, но дело в том, что серьезных занятий кабалой нет. Есть много самозванцев, есть вокруг этого, как вы говорили, шоу-бизнес. Есть очень много накруток таких. Кабала и медицина, кабала и... Ну, все что угодно. Наговоры, наветы, пульсы Денура. Кстати, у меня будет следующий вопрос. Просто я хотел этот вопрос задать, но потом. Но это же глупости. Это просто глупости, вы понимаете? Хорошо. Если пульсы Денура глупости, а голем... Тоже. Тоже глупости? Тоже. Абсолютно сказки. Сказки для народа, для того, чтобы поддержать его, для того, чтобы держать его в рамках, чтобы никуда не дергался. Ага, это просто народ сам себе придумал себя, чтобы другие боялись, или чтобы себя защищали? Придумал, а его руководители народные. Скажите, пожалуйста, кабала, иудаизм и еврей, это вообще вот три одинаковые вещи, или совсем три разные? Нет, это параллельно. Есть еврейский народ, для которого есть обычная религия, иудаизм. И, кроме того, есть постороннее немного течение рядом с саудаизмом, который называется кабала. Вообще кабала, она в истоке находится, в истоке еврейского народа. Но в течение веков она все время так в полускрытом состоянии рядом с ним существует. Михаил, ну, вот я так понимаю, что вы кабалой занимаете сколько лет уже? Ну, 50, допустим. Ну, вот за 50 лет вы открыли для себя вообще истоки мироздания, вообще вы понимаете, что происходит в этом мире, и вам не надо долго объяснять, да? Да, именно этим и занимается. А тогда скажите мне, пожалуйста, такой вопрос у меня есть. Что происходит в данный момент на Земле с нашими детьми? Почему вот такое вот количество негатива в мозгах молодежи? Почему мальчики пытаются поменять пол на девочек, девочки на мальчиков? Почему это толкают прям нам домой? И опять, вы не поймите, я не какой-нибудь расист, я не против ни трансгендеров, ни геев, я не против. Но покуда они находятся там, покуда они приходят ко мне домой, они пытаются трясти перед моим носом, покуда они пытаются рассказать моему ребенку в школе, когда ему 8 лет или 9 лет, что он может поменять пол? Что происходит? Это вообще, что это? Я даже, у меня даже слов нет. Может, вы мне объясните, что происходит на Земле? А проблема в том, что человечество, оно не стоит на месте. Даже животный мир развивается постепенно, эволюционирует. И человечество тоже развивается. И развивается оно от того, что в нем развивается эгоизм. Основная сила нашей жизни – эгоизм. То есть забрать, получить, отобрать, желать и так далее. Если этот эгоизм не управляем, если человек не находится под правильным воспитанием, то этот эгоизм просто съедает самого человека и приводит общество к всевозможным таким состояниям, ну, ужасным, изуродованным, извороченным таким. Так что это то, что мы наблюдаем сегодня в мире. – Скажите, Михаил, так все-таки будет Холокост или нет? Или, я думаю, только разговоры. Или действительно наше поведение, американские евреи, поведение евреев по всему миру может привести к этому миру? – Это страшная вещь. Страшная вещь, об этом страшно даже говорить. – Это зависит только от самих евреев, только легче от них самих. Дело в том, что мир устроен так, что евреи не просто так существуют. Они должны принести в мир методику объединения. Объединение между всеми людьми в мире. В первую очередь между евреями и потом между всеми остальными людьми вокруг них. Без всякого различия, чтобы мир в итоге пришел к общему абсолютно состоянию. Так вот, если к этому состоянию евреи не будут двигаться, будут всевозможные, причем ужасные мировые эксцессы на уровне природы, на уровне погоды, на уровне на каком угол угодно. До тех пор, пока природа, а природа это и есть творец, она нас сломает. заставит... Я извиняюсь, извиняюсь, извините, пожалуйста. Заставит нас все-таки понять, что сближение между людьми является тем основным фактором, который даст нам возможность найти правильную жизнь. Получается, все-таки мы немножко гневим творца, нашего творца, своим поведением. Мы же как бы избранный народ, правильно, насколько я понимаю? Или это тоже миф? Мы избраны... Нет, мы избраны. Но избраны для того, чтобы объединиться и показать всему миру возможность объединения. А если мы этого не делаем, и мир не объединяется, то весь мир тогда инстинктивно оборачивается против нас. И в этом причина антисемитизма. А если назад вернемся, вы мне не ответили, когда спросил, что же все-таки с нашими детьми и как их... Ну, даже как неспасти моего пятилетнего сына, отвезти его в Ешиву? Как мне сделать? Как вообще... Как нам спасать своих детей? Что нам делать? Как с ними разговаривать? Вот вы, как профессор Кабал, вот вы можете какой-то правильный совет, чтобы их не забрали на ту сторону? Я считаю, это та сторона, это сторона сатаны, сторона дьявола, но что-то нечистое с той стороны находится. Я не думаю, что вообще можно правильно жить в Америке. Я не хочу наговаривать на эту страту. Нет, нет, я... То, что происходит там сегодня, а с евреями на протяжении последних 30 лет, по крайней мере, это невероятно. Они оторвались полностью от своих корней и религиозных, хотя Кабалак религии не имеет, между прочим, никакого отношения. Она говорит только о возлюбии ближнего, как себя. Вот. И поэтому я не вижу будущего американских евреев. Такой вопрос. Ну, это тоже, пускай, будет там не реклама. Я думаю, вы в рекламе не нуждаетесь. А вы можете рассказать о ваших классах? Как вы их преподаете? Где вы их преподаете? И вообще, как люди могут воспользоваться? Куда именно ходите, где можно прочитать и где-то подписаться на какие-то ваши семинары? Ну, у нас очень большой сайт, раздел в интернете. И я вам пришлю все данные. Если вы хотите, вы можете зайти. Хотел, конечно. Чтобы вы могли поставить шапку, чтобы люди могли увидеть. Огромная библиотека, там на десятках языков, со всеми каббалистическими источниками, первоисточниками, в переводе на действительно десяток языков. В моей Академии Кабалы есть огромное количество преподавателей. Мы выпускаем систематически печатные материалы. Занимаются у нас люди со всего мира. Начиная Япония, Китай и вокруг света. Латинская Америка, я заметил уже. Конечно, конечно. Европа, Латинская Америка, Россия. Вот у нас через буквально с завтрашнего дня начинается Всемирный конгресс на русском языке. Есть также на английском, на французском, немецком и так далее. А нас на языках нет. А вот такой вопрос, Михаил. Вы выпускаете учителей, которые потом учат учеников. Но вот ваши учителя, которые ходят в школу, они могут дать вашим другим ученикам такие же знания, как вы лично сам? Конечно. Для начинающих в течение первых нескольких лет они находятся на таком же уровне, как я. У меня просто больше опыта. И я учился у великого каббалиста Рабаша. В течение десятка лет был рядом с ним постоянно. А вот написала наша слушательница, не вижу ни одной страны, где бы можно было вырасти здорового ребенка. Во всем мире одно тоже. Ужас, ужас и ужас. Видите, в какой панике люди живут. Где такая страна есть? Скажите, знаете, какую страну, где можно было безопасно растить ребенка? Нет, такой страны нет. Вообще в мире не существует сегодня. Но вырастить хорошего, нормального ребенка вы можете сегодня, потому что существует интернет, вы можете заниматься с ним по интернету. Он, может, есть и в Израиле очень приличные места. И не все уже не такие непонятно захваченные порноиндустрии или чем-то. Смотрите, Михаил, у нас еще получат студенки. У меня трое детей. Они выросли в нормальной обстановке. Сын потом решил и уехал в Канаду. У него там семья, трое детей. Работа. Как он Канада? Я не знаю практически Канаду. Я не жил там. Проезжал иногда к нему в гости. Две дочки, кроме сына. Одна из них доктор биологических и наук, а другая философских. Закончили университеты все. Так что я считаю... Михаил, а как общаться с вами с детьми? Вы саде сажаете их и как профессор Кабалы пытаетесь им нести мудрость? Или вы все-таки как дедушка и папа общаетесь? Нет. А я ни в коем случае не занимаюсь со своими людьми таким образом. Я считаю, что надо создать такую обстановку, чтобы их интересовало. И кроме того, они смотрят на то, как люди кружатся вокруг нашей организации. И им самим это интересно. Нет более интересной науки, чем Кабала. Извините, что я так говорю. Потому что она рассказывает о сути мира, о цели мира, о того, как эту цель найти. Вы часто бываете, я знаю, и в России, и на Украине, да? Нет. На Украине я был как-то... Или в России чаще бываете? В России я тоже за последние лет 10 не был. Как новая школа Кабалы в России есть, да? Ну, это все не настоящие школы Кабалы. Это все онлайн. Но такие популярные. Вот такой вопрос пришел. Михаил Семенович, ваше мнение об Найбрид, его влиянии на процессы, происходящие в мире? Не знаю. Я знаю эту организацию, но не настолько, чтобы знать, что она делает и вообще ее вес в мире. Ну, ничего восстановить или восстановить, это не вопрос. Все можно восстановить, и так и будет восстановлено. А то, что правительство, конечно, делает много ошибок в том, что идет по поводу наших врагов, это, конечно, печально. А как народ Израиля? Ну, вы же выбирали эту правительство. Ну, не вы лично, выбирали же люди. Это вот именно наказание такое. Они же понимали, как вот сейчас люди за Байдена многие голосовали. Они теперь понимают, что Байден просто за год развалил страну. Практически на Америку. Ну, не на колени поставил, но еще немножко на колени поставит ее. И с момента вхождения Байдена в Белый дом началось разрушение. Он все, что сделал Трамп, он разрушил. И вот в данный момент кресло под ним трясется. И экономически трясется кресло. И вообще, ну, непонятно, что происходит. Да не просто смертся весь мир. И я считаю, что многие люди, которые голосовали за Байден, они этого заслужили. Потому что они его вытащили, они его выбрали. А почему же? Неужели народ Израиля не понимал, как они его бегают? Или им нужно как-то перемена по себе? Нет, не понимают. Не понимают. Ну, евреи вообще жестоковы и народ. Очень упрямый. И не понимают этого. Я, конечно, был против и демократического правительства в Америке, и против настоящего правительства в Израиле. Это не мой курс, не мой путь. Но ничего не сделаешь. Михаил, как вы думаете, грозит ли в Америке гражданская война? Вот, Саша, собственно, может, как-то, 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 как-то видно. Потому что люди, убегая с демократических штатов, республиканских Флоридов, вот буквально за эти полгода, за год, пришло более 300 тысяч человек. У нас шикарный губернатор Десантес, у нас запрещают расизм, у нас запрещают теорию критических рас и много-много чего другого. И такое ощущение, что потихонечку республиканский штат начинает входить в коалицию всем остальным. Вот вы со стороны, я знаю, вы бывали в Америке, вообще вы человек очень умный. Что вы думаете, что ждет Америку? Будет ли здесь какая-то революция, гражданская война, или все потихонечку успокоится? Я думаю, что серьезной войны не будет, гражданской, но будет разделение. Более-менее серьезное разделение, такое негласное, которое сейчас уже идет, и будет, ну, как типа севера и юга. Очень похоже на это, потому что я тоже об этом говорю постоянно, что очень похоже, что так оно и будет. В данный момент Америка далеко не друг Израиля, мы это понимаем прекрасно, что в данный момент. И насколько не друг? Больше, чем не друг? Или все-таки какой-то друг? Есть обстоятельства, с которыми Байна не может не считаться, и поэтому он помогает. Но есть и такие вопросы, которые он с удовольствием пропускает и считает, что он должен показать, что он демократ. А демократ это считается как бы антиизраильтянин. Вот тут написано, что Михаил, какой должна быть основа, какой должна быть новая экономика, как вы думаете? Новая экономика, она должна быть экономичной. Человек не должен все вытаскивать из земли, из воздуха, из воды. Он должен руководствоваться жизнью гармоничной, более гармоничной. Он должен потреблять столько, сколько ему необходимо, но не растаскивать и разворовывать. Наша планета, она не бесконечна. Она не позволит нам продолжать так действовать. Не позволит, да? Нет, нет. Мы скоро очень обнаружим... Вот смотрите, в России заканчивается газ. Они построили трубу, хотели командовать с помощью этой трубы всей Европой. И они не могут этого сделать, потому что вдруг обнаружилось, что газ истощается. Играться не с чем. То же самое будет и с нефтью, и с другими продуктами. И к чему мы тогда придем? К чему придем тогда? Придем к тому, что ничего не будет. Нельзя. Тебе оставило... Допустим, тебе оставили родители пару миллионов, а ты их взял и растанжирил за год. Михаил, скажите, пожалуйста, чем закончится вся эта объединение с искусственным интеллектом и робототехникой? Неужели искусственный интеллект будет лучше естественного? Или все это действительно заговор против человечества? Нет. Машина будет всего лишь только вспоминкательной частью рядом с человеком. Ни в коем случае сама не будет находиться в состоянии управлять, выдумывать законы и их выполнять. Этого всего быть не может. Человек создан из другого материала. В нем есть все-таки более высшая материя. В нем есть свойства отдачи, кроме свойства получения. В нем есть возможность подъема над собой. Это такие свойства человека, которые мы еще недостаточно знаем. Мы им не пользуемся. И поэтому я точно знаю это и говорю, что человек может не сомневаться. Машина им не завладеет. Она, конечно, может создать робота, который будет гоняться за людьми и бить их палкой. Но ничего. Машина может обдуривать человека в этих самых банкоматах, я не знаю, где там еще. Но она не будет умнее человека. Интеллект, искусственный интеллект, то, что мы называем машиной, это не интеллект. Это просто счетная машина. В принципе, никуда они не делись. Те же нолики и единицы подсчитываются, только быстрее. И это вся машина. А у человека не просто подсчет нулей и единиц. Емоции, еще эмоции. У человека эмоции, это важнейшее. Да. Нет, нет, это все пройдет. Надо время, чтобы осознать, знаете, все эти физики и лирики. В одном из ваших видео, примерно полтора года назад, вы говорили, что Америка покажет путь к выходу из кризиса или покажет правильный путь. Теперь думаешь, куда же мы все-таки двигаемся? По моему пути к изъединению и наоборот, где вообще выход? Мы это уже обсуждали сегодня, в общем-то. Да. Я думаю, что, конечно, Америка выдержит. Она не развалится и не разорится, и не будет такого кризиса, что начнется какая-то внутренняя гражданская война. Она очень сильная. Я думаю, что в итоге Китай поймет, что если он должен процветать, то он может процветать только в союзе с Америкой, когда американцы будут покупать и китайцы будут продавать. И Россия тут совершенно ни при чем. Я думаю, что к этому идет. Как считает Михаил, куда будет следующая эмиграция и чем закончится Джабс детей в Израиле? Считает ли вы, что это новая форма геноцида? Я думаю, что эмиграция вы имеете в виду евреев или вообще людей? Поток человечества. Как считает, куда будет следующая эмиграция? Куда? Кого? И чем закончится? А евреев? Потому что евреи уезжают не только в Израиль, я так понимаю, и по всему миру. Так вот, куда евреи еще могут поехать? А, где евреи найти тихий теплый уголок? Да. Я думаю, что нигде не найдется. Нигде. Временно где-то будут приютят там и тут. Но, в принципе, весь земной шар уже начинает снова быть коричневым. Южная Америка, скоро будет Северная Америка. Африка, Азия. Я не вижу, не вижу. В совокупности фашизм и пано-арабизм, они сделают жизнь для евреев невыносимой нигде. Ну, придумают какой-нибудь Мадагаскар. Скажите, а за что? За что мы, евреи, все это имеем, начиная с их теплой? Это за то, что мы не выполняем, это за то, что мы не выполняем свои исторические функции. Мы всем должны, мы должны показать людям правильное существование народа. Мы собраны из 70 народов мира. Нет такого понятия, еврейский народ. Окей, расскажите, интересно, что это значит? Как это? В древнем Вавилоне, там были собраны все народы в то время. И их религиозный вождь Авраам начал их учить. Тому, что надо объединяться, быть как один человек, с одним сердцем, с одними мыслями, друг к другу и так далее. Я об этом пишу много. И даже в своей диссертации писал. Что я хочу сказать? Что, так вот, этот Авраам, он и увел группу людей, которая согласилась с его учением из Вавилона. Вот сюда, где сегодня Израиль. И с этого пошел еврейский народ. То есть, еврейский народ, он в своей основе собран из 70 основных народов мира. Если человечество изучит свои свойства, принцип объединения, не ставит ли это опасным оружием в руках числавных людей? Вот то, что вы говорите, когда народ поймет, все объединятся, не будут ли каким-то опасным оружием? Нет. Само объединение в себе, оно, если осуществляется по правильным законам, оно несет огромное благо всем. Потому что оно находится в соответствии с единой интегральной природой. Миха, а как вы это видите? Допустим, вот евреи, все евреи стали правильно совести. Вот они стали это объединение делать. Как вы это видите вообще в будущем? Это не будет правительство, не будет одна страна. Как это вообще будет? Это будет действительно как одна страна, как один народ по всему земному шару. И люди будут понимать, что только в таком виде они достигнут такого сознания, что именно только в таком виде они могут существовать. Но вы считаете, это возможно вообще? Это эволюция. Духовная эволюция, в которой мы участвуем. И я уверен, что это очень быстро произойдет. С тобой я надеюсь, что так оно и будет. Кемер, мы уже почти час сидим. Сколько уже час мы с ним знаем, что вы занятый человек, и вам надо тоже заниматься своими делами. У нас в эфире сидит очень много русскоговорящих евреев, которые смотрят нас от России до Америки, и в Израиле смотрят меня. Что бы вы им пожелали? Просто вот Михаил Лайтман, сейчас у него такая возможность пожелать моим слушателям и евреям, и не евреям. Вот в это тяжелое время, тяжелое время, когда люди умирают от болезни, когда мы теряем наших детей, когда мы не понимаем, что вообще происходит. И люди просто в панике, они в ужасе, особенно родители. Что вы могли бы им пожелать в данный момент именно от вас, от Михаила Лайтмана? И я пожелаю людям, чтобы они узнали цель жизни, цель существования человека. Это отвечает на все вопросы, в том числе и на вопрос, как нам жить, чего мы должны достичь, как воспитывать детей, к чему мы должны прийти. Вот в этом всем вам большой удачи. Заходите к нам бесплатно. Все каббалистические источники, на всех языках, к вашим услугам. И я буду вам очень рад. До свидания. Бараха всем, большое вам спасибо, что вы потратили на сегодня время. Я знаю, что всего в эфире не расскажешь, а для меня это просто новый эфир. Так вот, я более-таки, да боевые темы разговариваю, но очень интересно. И даже в 2 часа ночи, у нас сейчас 500 человек сидит в эфире и слушает, это в 2 часа ночи. Если бы мы поганче было, то было бы на несколько тысяч дело. Большое спасибо еще раз вам. Было очень приятно с вами пообщаться. Удачи вам, Стив. До свидания. До свидания.